Добрый день! Мы продолжаем цикл лекций о Ломоносове. Сегодня мы поговорим о его вкладе в развитие морской навигации. Вообще проблема совершенствования средств морской навигации занимала значительное место в его творчестве. Сосредоточив его мысли, рассуждения и практических предложений на эту тему. Книга «Рассуждение о большей точности морского пути». Свою книгу он начинает с того, что говорит о том, что мореплавание открывает широкие перспективы получения экономических выгод. Но вместе с тем мореплавание сопряжено с трудностями и опасностями, которые уменьшаются по мере развития науки. И свой труд, и эту книгу, и отдельные трактаты по более частным вопросам. Он сам видел, как вклад в это общее мировое дело, одной из актуальнейших проблем того времени. В книге этой представлен ряд навигационных инструментов оригинальной конструкции. Некоторые из этих проектов были реализованы. Инструменты были изготовлены при снаряжении полярной экспедиции под командованием капитана-командора Василия Яковлевича Чагова. Сама экспедиция по поиску северного морского пути в Индию, то есть в обход испанских и португальских арматоров, стремившихся удержать монополию на море, также была проектом Ломоносова. Это был вопрос международного значения, и поэтому экспедиция готовилась и осуществлялась в обстановке строгой секретности. Чичагов дважды пытался пройти по разработанному Ломоносовым маршруту, а оба раза его суда заходили так далеко на север, как никогда и никому до них еще не удавалось. Но оба раза под угрозой быть затертыми во льдах, Чичагов был вынужден отдавать приказ о возвращении кораблей в Архангельский порт. Во время этих путешествий в сложных условиях штормов, туманов, холодов, моряки вели сложные геофизические, метеорологические наблюдения. Они изучали дрейфы и течения, брали пробы грунта, изучали растительный и животный мир. Ломоносов не узнал о том, что оба раза суда не смогли пройти весь маршрут. Он умер вскоре после отправки первой из этих экспедиций. А пройдены были эти маршруты уже в советское время, двумя столетиями после смерти Ломоносова. И это были уже советские ледоколы. При подготовке экспедиции летом 1764 года адмиралтист в коллегия обратилась в Академию наук с просьбой изготовить в академических мастерских под смотрением и по указанию Ломоносова около 20 совершенно уникальных навигационных инструментов. Это были сложные инструменты для выполнения крупной исследовательской программы изучения Северного Ледовитого океана. Такие инструменты изготавливались редко. Некоторые из них впервые. И на их конструктивных особенностях мы с вами останавливаться не будем, потому что это потребовало гораздо большего времени. Если вернуться к самому тексту рассуждения о большей точности морского пути, то мы увидим, что сам Ломоносов начинает его с самых элементарных вещей. Вот заканчивает он сложными такими оригинальными проектами, а начинает с элементарного. Во вводной части он напоминает читателям о том, что координаты корабля — это широта и долгота. Вообще книга делится на три части. Две из них посвящены определению координат корабля в ясную погоду, в условиях хорошей видимости. Вторая — в пасмурную погоду. И третья — теоретическим. Третья посвящена перспективам развития теории навигации. Что такое широта? Широта — это расстояние от экватора до заданной точки, выраженное в градусах. Что такое долгота? Долгота — это расстояние от условного нулевого меридиана, выраженное также в градусах. Теперь представим себе времена жизни Ломоносова. Поверхность земного шара картирована лишь частично и приблизительно. Ученым неизвестно было о существовании целых двух континентов — Антарктиды и Австралии, не говоря уже об островах. Большая часть территории Африки и Нового Света — это терра инкогнито, по которой не ступала нога белого человека. Строительство каждого парусного морского судна требует неимоверных усилий сотен людей и стоит баснословных денег. Эти громадные сооружения двигались со скоростью пешехода. Направление их движения зависело от ветру и течений. Довольно редко капитан корабля мог вести корабль прямым курсом. Чаще приходилось вести его галсами по траектории ломаной линии. Чтобы попасть из точку А в точку Б, а не куда-нибудь еще, как, например, в истории 15-летнего капитана, было необходимо производить вычисления координат местонахождения и связывать их с требуемым курсом. Обычно счисления производили все члены экипажа, имевшие офицерский чин, то есть все, имевшие необходимое для этого математическое образование. Потом эти данные сопоставляли. Если не обнаруживали ошибок в арифметических расчетах друг друга, а данные отличались, то принимали заверные средние показатели. Итак, как же определяли основные координаты широту и долготу? Для начала вспомним, что такое астрономический полдень. Астрономический полдень — это момент, когда Солнце находится на максимальной высоте над горизонтом. Соответственно, тень, отбрасываемая любым вертикальным предметом, самая короткая. В тропиках в момент полудня тень вовсе отсутствует. Тень находится ровно под этим предметом. Во всех других точках земного шара Солнце смещено к югу, если мы находимся в северном полушарии, или смещено к северу, если мы находимся в южном полушарии. В момент астрономического полудня нужно измерить высоту Солнца над горизонтом. Это и будет географическая широта. Ночью несколько проще, поскольку полярная звезда, в отличие от Солнца, не меняет своего местоположения в течение ночи. А во-вторых, наблюдение за звездой безболезненно для глаз. На иллюстрации вы можете видеть самый простой инструмент для измерения высоты небесного светила. Каждый может попробовать сделать его из транспортира, шнурка и грузика. Вот показан сначала принцип его использования, потом как это производится на местности. Сразу скажем, что техника XVIII века уже была довольно далека от таких примитивных способов. Она была более сложной и совершенной. Но вот этот пример я показываю только для того, чтобы показать сам принцип и самый простой способ, с которым каждый может поупражняться после этой лекции. А при помощи каких же инструментов во времена Ломоносова измеряли высоту небесных светил? Одним из древнейших предназначенных для этого инструментов был градштук. Для измерения расстояния следовало навести линейку со шкалой на наблюдаемый объект, подвижную перекладину сориентировать так, чтобы один ее конец совпал с горизонтом, а другой с наблюдаемым объектом. Вторым наблюдаемым объектом могло быть небесное светило, как мы говорили, либо это могла быть вершина горы, мачта вражеского корабля или башня крепости. Во времена Ломоносова градштук уже был устаревшим инструментом. В морской навигации его практически не использовали, но его продолжали использовать артиллеристы для определения размеров цели поражения и для расчета траектории полета ядра. Гораздо более широкое распространение во времена Ломоносова имел двойной квадрант Дэвиса. Чем этот инструмент был замечателен? Так это тем, что он избавлял моряков от необходимости прямого наблюдения Солнца. Определять координаты местонахождения после изобретения двойного квадранта Дэвиса можно было по тени, стоя спиной к Солнцу. Меньшую дуговую линейку двигали до тех пор, пока тень от нижней шкалы не оказывалась в визире. Таким образом, по одной шкале отсчитывался угол к горизонту, а по второй — угол подъема Солнца. Это изобретение быстро завоевало популярность. Хотя прибор отличал гуманность, человек, который его изобрел гуманностью, не отличался. Джон Дэвис был единственным сыном и наследником богатого английского лорда. Вместо того, чтобы вести беспечную жизнь аристократа, в возрасте 21 года на одном из кораблей отца Джон Дэвис вышел в море на поиски приключений. Он служил английской королеве, имел каперский патент, грабил испанские суда с перуанским золотом. И не только их, а в возрасте 55 лет был убит японским пиратом, которого он же сам захватил в плен. В период жизни Ломоносова двойной квадрант Дэвиса насчитывал уже 150-летнюю историю, но продолжал активно использоваться в навигации. Вы спросите, а как же технический прогресс? Если задуматься, что такое изобретение 150-летней давности? Это примерно как мы бы с вами сейчас набирали текст на печатной машинке. Или ездили бы на автомобилях самых первых моделей в истории человечества и радовались, что фотоаппарат, при помощи которого можно делать черно-белые снимки, можно переносить в руках, а не перевозить. Вот это изобретение 150-летней давности. Конечно, технический прогресс раньше шел гораздо более медленными темпами, чем сейчас, но тем не менее он был. И если говорить о навигационной технике, то для того, чтобы понять, каким образом и по каким закономерностям он развивался, нужно обратиться к истории оптики и к истории изготовления стекла. Во времена Джона Дэвиса в XVI веке были известны очки. Итальянские мастера их уже умели делать и очки продавали на европейских рынках. В других странах пытались тоже наладить собственное производство и ставили опыты. Очки стоили дорого, но были доступны состоятельным людям. А вот листовое и оконное стекло это была большая редкость и предмет русскоши. Через несколько десятилетий после смерти Джона Дэвиса очки встречаются уже на иллюстрациях к азбуке. То есть даже дети знали, что это за предмет, как он выглядит и для чего он нужен. А большое листовое стекло продолжало просто поражать воображение. Простые люди устраивали под потолком маленькие оконца для проветривания или делали окна побольше и тогда закрывали их деревянными ставнями. Для европейских соборов характерны цветные витражи. Почему? Потому что техника XVI-XVIII веков позволяла изготавливать стекла только небольших размеров и непрозрачные. Этим пользовались, добавляли различные вещества в шихту, смотрели, что из этого получается, играли с составом и сочетаниями, и подчас при этом создавали подлинные произведения искусства. Перед технологами стояли две сложные проблемы. Как добиться увеличения размеров, чтобы стекло при этом не растрескивалось, и как добиться прозрачности. Простое обычное стекло имеет внутренние пузырьки и свили. Почему и как это получается? Когда производится процесс варки стекла, идет процесс кипения, то есть появляются пузырьки, и потом эта масса застывает вместе с пузырьками, и они снижают качество продукции. Часть шихты может оседать на дно, или часть массы, которая ближе к стенкам сосуда, перемешивается с частичками того материала, из которого сделан текловарный тигль. Таким образом, масса оказывается неоднородной. Вот эта неоднородность называется свили. И свили точно так же, как и пузырьки, снижают качество прозрачности. Понятно, что нужно перемешивать, но это так вот просто сказать, что нужно перемешивать. Это кипящая раскаленная масса. Ее нужно придумать, как и чем перемешивать, с какой скоростью, как можно усовершенствовать стекловарный тигль, как можно изменить печь, как остужать, чтобы избежать растрескивания. Вот эти и многие другие технологические вопросы — это все длительный, сложный, очень увлекательный путь, по которому шло развитие технологии изготовления стекла и развитие оптики. Эти вопросы продолжали оставаться актуальными и в Ломоносовское время. И сам Ломоносов принимал участие в их разработке в своей химической лаборатории и в физическом кабинете Академии наук. К XVII веку удалось добиться такой степени прозрачности и такой точности в изготовлении формы, что стало возможным изготовление подзорных труб и микроскопов. Идея комбинации линз вообще не нова. О том, что это возможно, предполагали теоретически на основе своих расчетов ученые намного более раннего времени. Даже ученики и подмастерья оптиков, вот тех мастерских, где делали очки, они забавлялись в комбинации различных стеклышек. Но для того, чтобы через эту конструкцию можно было что-нибудь увидеть, увидеть объекты, находящиеся на большом расстоянии, или увидеть те предметы, которые не видны неовоорженным глазом, для этого требовалось развитие технологии изготовления оптического стекла. И только в XVII веке и эта технология достигла достаточного уровня для того, чтобы такие приборы могли появиться. На XVIII век, на время творческой деятельности Ломоносова пришелся уже следующий этап. В числе прочего, оптическое стекло стали использовать при конструировании навигационных приборов. Это не только подзорные трубы, это октанты и секстанты. Принцип работы секстанты и октанта практически одинаков. Различия между ними заключаются только в том, что секстант основан на дуге 1,6 часть окружности, а октант — это 1,8 часть окружности. Приборы совмещали изображения двух сопредельных объектов при помощи двойного отражения одного из них. Впервые о возможности такого наблюдения высказался Исаак Ньютон. Но идея не могла быть реализована при его жизни. Я уже объяснила, почему. И она оказалась забыта на 30 лет. А в 1730-е годы проблемой занялись два математика, живших по разные стороны Атлантического океана. Американец Томас Гудфри и англичанин Джон Хадли. В русской традиции XVIII век Джон Гадли. В России об изобретении узнали сначала в академических кругах. В 1751 году на заседании Академии наук этот прибор представлял ученый Христиан Готлип Кротценштейн. Он упомянул об этом приборе, когда рассуждал о своем собственном способе измерения скорости морского течения и затем рассказывая об авторском способе определения долготы. И там же он дал высокую оценку этому новшеству. Ломоносов не только по достоинству оценил новинку английской техники, но и стал размышлять о способах его усовершенствования. Он увидел недостатки прибора. Какие-то были недостатки? Неточность вследствие качки корабля, неточность вследствие разного преломления лучей, рефракции и сложности использования секстанта в условиях плохой видимости горизонта. Он предлагал решение этих проблем. Он предлагал сделать секстант с искусственным горизонтом, чтобы проблема плохой видимости горизонта не была препятствием. Он предлагал установить цветные светофильтры. Таким образом решалась проблема разного преломления лучей. И, наконец, он предлагал оборудовать корабельную обсерваторию, чтобы качка не снижала точность наблюдений. Ломоносов пытался наладить изготовление секстантов в инструментальной палате Академии наук. В 1757 году секстант был официально представлен на заседании уже адмиралтейств коллегии в Петербурге. Вместе с руководством по использованию этого инструмента его отправил в северную столицу русский посол в Великобритании Александр Михайлович Голицын. По доставке новый изобретенный инструмент был передан директору морского шлихетного кадетского корпуса капитану Алексею Ивановичу Нагаеву. Тот, в свою очередь, передал секстанта для экспертизы профессора математики, приглашенному в свое время из Лондона Ньюбери, а также учителю Алексею Юрьевичу Кривову. Ньюбери должен был произвести испытание этого прибора, а Кривов перевести инструкцию по использованию. Ньюбери пришел к выводу, что секстант позволяет производить измерения ненамного точнее, чем привычные уже инструменты. Единственное достоинство новинки он усмотрел в том, что можно измерять угол подъема Солнца менее 10 градусов, то есть незадолго перед закатом и в первое время после восхода Солнца. По результатам экспертизы прибор был признан слишком сложным, хрупким и дорогим. И было решено оставить его при Адмиралтействе, но не использовать на практике ни на один корабль, он не был передан для практического использования. И было решено, что больше в Англии таких инструментов заказывать не следует. Три года спустя Александр Михайлович Голицын получил заказ приобрести в Англии навигационные инструменты. Но он сообщил, что привычные квадранты Дэвиса купить уже сложно, они в Англии практически не продаются. Поэтому он скорректировал заказ Адмиралтейства по своему усмотрению. Вместо заказанных 50 двойных квадрантов Дэвиса он приобрел только 25 таких, по сути дела, все, что мог найти, и еще 25 секстантов. Спустя еще два года, в 1762 году, на все суда российского флота был направлен приказ, чтобы все суда, все корабли, фрегаты, бриге были снабжены именно секстантами. То есть признание этого инструмента состоялось уже при жизни Ломоносова. Вот совершенствования не были приняты, не были осуществлены. Это оказалось делом отдаленного будущего. А вот само признание этого изобретения произошло при жизни Ломоносова и при его активном участии. Итак, мы разобрались с определением широты во время морских путешествий. Еще раз скажем, что в ломоносовское время существовали три основных инструмента для этой цели, устаревший уже и почти вышедший из употребления градшток, сложный, дорогостоящий, современный секстант и промежуточный между ними вариант двойной квадрант Дэвиса. Кроме того, нужно было определять долготу, и это была очень сложная и важная проблема развития навигации в ломоносовское время. Кроме того, Ломоносов в своей книге писал о необходимости разработки теории кораблевождения. Мы с вами рассмотрели небольшую часть вклада Ломоносова в развитие навигации. А вообще это очень большая и интересная тема. И я приглашаю всех заинтересовавшихся ей читать полное собрание сочинений Михаила Васильевича Ломоносова.